Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. Я нахожусь на 28 неделе беременности. Это моя третья беременность. И хочу вам показать свои сумки в роддом, которые я уже на самом деле собрала давно. Еще, наверное, с 20 недели, если не раньше, я начала их собирать. По чуть-чуть, понемножечку. Но вот собрала. Очень много я смотрела видео, похожие, такие же, как девчонки собирают свои сумки в роддом. И решила снять у себя на канале тоже такое же видео. Хочу немного рассказать вам о себе. Меня зовут Наталья. Мне 35 лет. Это моя третья беременность. Еще у нас есть две прекрасные дочки. Милана 11 лет и Регина 8 лет. А сейчас мы ждем сына, мальчика, нашего долгожданного сыночка. Так что давайте приступим смотреть уже сумки в роддом. Что же я собрала? Кстати, собирала я сумки в роддом. Самое необходимое. В моих сумках ничего лишнего нет. Все самое главное. Первая сумка у меня будет вот такая вот маленькая. Сумочки, кстати, я заказывала на Валгарис. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Вот эту маленькую сумку я с собой возьму при поступлении в роддом. Как в родзал получается. Также она мне пригодится потом и уже после родовой период. Там тоже есть все необходимое и для меня, и для малыша. Так что я подготовилась основательно. И это видео, я думаю, будет очень полезно многим. Так что давайте приступим уже смотреть, что же у меня там в сумках. Вот такая вот большая сумка. Здесь еще, вы видите, есть место. Это место осталось для того, чтобы я могла сюда еще доложить свои вещи на выписку, в чем я буду одета. Также здесь уже есть вещи для малыша, тоже на выписку. Так что, можно сказать, эта сумка такая тоже основательная, которую уже муж мне довезет в послеродовое отделение. Там, где я буду уже пользоваться вот этими всеми вещами. Также и на выписку вещи будут уже при мне. Сюда же я еще буду доложивать косметику. Здесь нет косметики для меня, чтобы немного подкраситься и быть более-менее симпатичной на фотографии. Так что давайте смотреть. Я выложила все из сумочки, которые вещи все находились в сумке. Вот такой вот маленькой. Представляете, вот столько у меня вещей уместилось. Как я уже сказала, я все по минимуму собирала. Обязательно сумка должна быть как полиэтиленовый пакетик обычный. Можно прозрачный. Или вот такой вот я заказывала сумочку. Она состояла из двух сумок. Одна поменьше, другая побольше. Заказывала на Валдерест. Обязательно ее нужно подписать. Фамилия, имя и желательно номер телефона. Здесь у меня еще два пакетика. Просто так на всякий случай у меня лежит. Мало ли пригодится. Ну и давайте посмотрим само содержимое сумки уже в родовое отделение. Пока я буду ждать мою большую основную сумку, у меня будет на первое время вот в этой маленькой сумочке все необходимое, так сказать. С чего начнем? Это, конечно же, в первую очередь нужно с собой обязательно не забыть положить обменную карту. Я сделала копию удостоверения личности. Вот. Ну, естественно, оригинал еще с собой нужно. У нас в Казахстане, в Уральске, больше ничего из документов не требуется. Также я с собой беру PowerPank, чтобы заряжать телефон, наушники, ну и саму зарядку, естественно, я тоже беру. При поступлении в роддом для этого мне понадобится сорочка. Сорочку я заказывала на Валберес, тоже ставлю ссылочку, поставлю картиночку, как она выглядит. Носочки я взяла, так как у меня роды будут осенью. Не знаю, какая будет погода. Маску обязательно одну. И один памперс. Это уже после того, как я рожу, я думаю, мне пригодится. Потому что в прошлые роды, напомню, это у меня будет третьей роды уже. В прошлые роды у меня с собой не было таких памперсов. И мне там медсестры давали, в общем, памперс для взрослых. Очень было удобно. Поэтому я решила вот взять такой вот себе тоже один. Получается памперс один у меня здесь. Еще я на Валбересе заказала, тоже вставлю ссылочку и картинку, как выглядит от Чика трусики сетчатые. И такие прокладки, в общем, тоже от Бэлла заказала. Пока что они еще идут. Тоже вставлю вам просто картинку, чтобы было понятно. Их тоже с собой возьму, допустим, пару трусиков и несколько штук прокладок. Потому что у меня есть еще обычные такие прокладки. Тоже есть. Нам понадобятся тапочки. У меня вот такие вот с отеля тапочки, которые потом мне жалко выбросить. Это для того, чтобы переодеться, переобуться сразу. Вот такие вот топотули, получается, как бы для душа, да, моющие тапочки. И вот эти вот тапочки для того, чтобы ходить в палате. Они такие мягкие, махровые, тепленькие, в общем. Ну и тоже потом мне жалко, в принципе, их и выбросить. Нам с собой взять пакетик. Когда мы переобуемся и переоденемся, при поступлении в роддом, складываем в этот пакетик и отдаем мужу или кто там сопровождающий. В общем, он увозит их в этом пакетике домой. Так, следующее, что я еще взяла, это, конечно же, перекус. Здесь у меня вот такая водичка обязательно с таким вот спортивным носиком для того, чтобы было удобно пить. Я взяла маленькую 0,33. Я, в принципе, много воды не пью. Вот, ну и думаю, мне этого будет достаточно. Если что, мне муж потом довезет уже воду, если я буду нуждаться в ней. Также я сюда вот закрепила резиночку, так вот просто вдруг мне нужно будет резиночка, вот будет всегда рядышком. И для перекуса я взяла вот такую вот перешечку, самую обычную, сок себе взяла. Это уже, я думаю, можно будет выпить после того, как родишь. А вот такие я люблю воздушные зерна и мармеладку. Вот, в общем, я такая сладкоежка набрала себе всего самого вкусненького, так сказать. Одежда уже для малыша, для ребенка, когда малыш родится. Что я взяла, это, конечно же, два памперса, потому что я не знаю вес ребенка вообще, какой он будет. Это хаггис, нулевочка. Такие вот они прям с ладошку. Маленькие-маленькие памперсы. Здесь есть специальный вырез для пупочка. Вот, и вот этот вот, это, так, не памперсы, подгузники, а вот это фирма памперс единичка. Это уже вот если сравнивать побольше, так уж намного прям побольше. Ну это вот, не знаю, как вообще, какой подойдет, там уже сами определимся. И когда родится одежка, тоже здесь тепленькая такая, на баечке шапочка, такой чепчик на завязочках. Вот, носочки. Вот, и вот такой вот в детском мире я покупала комбинезончик, слипик. Здесь они с царапками идут. Уже все постирано, поглажено, в принципе. Вот, такой вот он хорошенький. Это у нас 50-й размер, но не знаю, конечно. Я так померила с 56-м, ну, ненамного он маленький, прям, ну, чуть-чуть, наверное. Думаю, будет как раз. Мне так кажется, не знаю. Вот, и пеленочка. Пеленочка такая вот трикотажная, она тоже с таким утеплителем на баечке. Очень такая тепленькая пеленочка. В общем, вот такие вот вещи я подготовила для ребенка, когда ребенок родится, чтобы его в эти вещи одели. Также я взяла запасные пеленки, это запасной памперс еще один я взяла. Мало ли что, что-то какой-то кажущий произойдет. И нужно будет еще один подгузник, да? Взяла одну, одноразовую пеленочку. Не знаю, пригодится, не пригодится. Не стала набирать их много. Здесь 90-60 на 90 размер. Большая такая довольно-таки пеленка. Одна такая впитывающая пеленка. Следующее, что я еще взяла, это, конечно же, после того, как я после родильного отделения, когда рожу, поступлю уже послеродовое. У меня будет вот такое вот небольшое полотенчико, чтобы там вытереться, да, на первое время нижнее белье и носочки. Еще одни запасные. Еще, кстати, халат, вот этот, в котором я сейчас нахожусь. Халатики я тоже его в эту сумку доложу. Следующее, что мне пригодится из одежды, это вещи, которые, допустим, вот эти вот, ребенок родится, мы его оденем в эту одежку. И пока я буду большую сумку ждать, у меня будут еще вещи в запасе. Мало ли что, да, это я взяла в эту сумочку вот такие ползуночки. Они тоже очень тепленькие, на баечке, тепленькие ползуночки. Вот такую вот распашоночку тоже на баечке тепленькую, потому что здесь слипик-то у меня такой, он хб-шный, обычный, тоненький. А здесь у меня уже такое более потеплее, если вдруг будет прохладно. Вот такая вот шапочка, два варианта я взяла, не знаю, носочки и царапки, такие вот антицарапки. Это идет как запасная такая одежда для малыша, которую мы будем одевать, надевать. Следующая из гигиены, можно сказать, последняя, да, что нам пригодится, это еще вот такая вот, кстати, была маленькая сумочка-косметичка, третья, да, взяла самое необходимое. Вот такое вот детское жидкое мыло, пейбилай. Приятный такой аромат зеленого чая, как будто. И что здесь у меня в этой сумочке еще находятся? Салфетки, как вы заметили, я не беру большую упаковку. Вот, планирую ребеночка подмывать под струей воды, как бы, да. В общем, взяла вот такие вот салфетки солнца и луна мне. В принципе, они очень понравились и по запаху, и в общем, нормально. Взяла расческу, опять же, с резиночкой. Также еще одна маска у меня здесь. Это вкладыши для груди. Молоко, если придет, допустим, чтобы не испачкаться. Ну, чтобы все сухо было и комфортно. Еще я взяла вот такую влажную туалетную бумагу. На всякий случай. А, вот он памперс, кстати, от Ходекс. Вот такие тут идут два штуки. Вот один я положила именно в ротзал, когда я рожу. А второй уже у меня пойдет после того, как я рожу, уже поступлю в палату. И вот у меня будет запасной еще один памперс, на всякий случай. Также здесь у меня есть сухие вот такие вот платочки, салфеточки. Бальзам для губ, если вдруг будут сушить губы. Сохные губы будут. Также мне понадобятся вот такие вот ватные диски. Это чтобы малышу протирать глазки. Сюда же я положила еще две такие вот прокладочки. Три даже. Здесь у меня набор ватный. Это для меня. Тут, получается, с отеля тоже ватные диски, ватные палочки, пилочка. Также бритвенный станок. Вот с таким вот кремом для бритья. Тоже на всякий случай положу. Также щетка зубная и зубная паста тоже с отеля. Я думаю, мне этого хватит. Если вдруг не хватит, может и везет. Обязательно вот этот крем Бипонтен. Это для того, чтобы мазать и ребеночка, если вдруг какие-то опрелости и раздражения появятся. Также это и подойдет для мамы. Особенно если ребеночек первый и грудь еще не подготовлена. Появляются трещины на сосках. Даже бывают кровяные. И Бипонтен очень хорошо помогает. Единственное, что, конечно, говорят, что нельзя ребеночка сразу после того, как намазала, прикладывать к груди. Его типа нужно как бы обязательно смывать. Но я взяла такой, потому что я всегда с двумя детьми. Я пользовалась именно Бипонтеном. И мне очень нравится. Также кусочек мыра вот такой вот. Что-то застирать что-то. Вдруг нужно будет. В принципе, на этом все. Вся сумка собрана. Больше я с собой в этой сумочке ничего не брала. Напишите, что еще. Вдруг может быть что-то я забыла доложить. Мне кажется, что я уже как бы все собрала. Но вдруг я что-то упустила. Следующая сумка. Это уже послеродовая сумка, которая большая. В этой сумке у меня, кстати, собраны уже те вещи, которые мне муж, по идее, должен будет довезти. После родовое отделение. После того, как я рожу. Также у меня здесь вещи на выписку сразу будут. И еще я доложу вещи для себя на выписку. Еще, кстати, доложу сюда косметику, чтобы там подкраситься слегка. Ну, так, тушь, карандаш, там, губная помада, да, и все. В принципе, больше ничего такого особого не надо. Просто, чтобы слегка подкраситься. Итак, начинаю показывать вам, что же я беру уже в послеродовое отделение сумку. Все, что я собрала для себя, я взяла полотенце. Обычное такое полотенце. Вот. Чтобы голову, в общем, помыть, да, волосы. Посушить, в душ сходить. В общем, вот такое. И у меня еще, как вы уже видели, маленькое есть полотенце. В той сумке, которая в родовое отделение. Еще я для себя также беру дополнительное нижнее белье. Это бюстгальтер для кормления. Заказывала я его на Валберис. Он такой вот идет. Широкие лямочки. Я его уже мерила. Очень удобный. Здесь вот такие вот есть застежечки, которые очень удобно. Можно отстегнуть и покормить малыша. Нижнее белье получается. Беру с собой. Беру эту посуду здесь. Получается, у меня, не буду открывать глубокая тарелка. Обычная такая тарелочка. Чашка для чая. Также я беру сахар. И пакетированную заварку. Немного так, чтобы самой там чай попить, перекусить. Ложку, вилку. В общем, все вот эти вот причуды, да, для столовой. Вообще не было в списке в роддоме. Но в прошлый раз, когда я лежала в роддоме, нужно было с собой. Хотя там была посуда. Я не знаю почему. Требовали свою посуду. Но я взяла на всякий случай. Не мне тащить. Мне муж довезет. В принципе, палату мне это принесут. Ничего страшного. Думаю, если лишним не будет. Если что, я попрошу мужа просто выложить этот пакетик. И все. Если вдруг там посуду не нужно будет с собой брать. Также я взяла еще дополнительно с собой такие вот тоже прокладочки. Тут в пакетике, в общем, я с собой сразу ничего это не беру. Потому что сразу после того, как я рожу, мне это в принципе не понадобится. Только уже может на следующий день понадобится. Когда я уже более-менее приду в себя. Здесь у меня мочалочка для душа лежит. Так же прокладки, зеркальца. Зеркальца, допустим, такой вот. Мыльно-рыльные принадлежности. Это бальзам для волос. Получается гель для душа. Шампунь. И гель для мытья посуды. Я еще сюда тоже положила. И еще у меня здесь лежит губка. Маленькая я отрезала. Маленькую губку положила. Для того, чтобы мыть посуду. Ну и так же здесь еще один одноразовый станок. В принципе, вот что мне пригодится на первое время. Еще я сюда положила такие вот, получается, маленькие пакетики. Это вдруг, если что, памперс там завернуть и выкинуть ножнички себе. Там, если нужно будет, да, ножницы пользоваться или ребеночку ногти подстричить. Я пользуюсь обычными такими вот ножницами, которые заостренные в краях. Ничего страшного, вот не вижу. И мусорные пакеты тоже на всякий случай, чтобы никуда не бегать и не искать, куда бы выкинуть мусор. Главные салфетки вот такие вот. Как я уже сказала, в маленькой сумке у меня маленькая упаковочка салфеток. Сюда я беру большую сумку уже вот такие вот салфетки. Умка, большую пачку. Здесь 72 штуки. Здесь у меня уже побольше ватных дисков, ватные палочки для ребеночка, чтобы обрабатывать носик. Также беру еще две дополнительные впитывающие вот такие вот одноразовые пеленки. Одна у меня в маленькой сумке, две в большой получается. Памперсы для ребеночка тоже я беру. Нулевочку. Здесь получается где-то 10 штук я взяла нулевочки. Или 5 штук я взяла единичку. Вот. Не знаю. Я надеюсь, что мы используем и те, и те. Будем пробовать. Хагис, кстати, я беру вообще впервые. С прошлой беременностью два раза я пользовалась именно фирмой Памперс. Хагисами я не пользовалась. Будем пробовать. Ну и последнее, что я беру еще для малыша, что мне довезут после того, как получается. Мне, если нужно будет еще вещи, вот те я буду, допустим, на стирку передавать. И те новенькие мне чистенькие довезут. Это вот такая вот шапочка. Прикольная. Вот такой вот маленький-маленький слипик. Он без ножек. Здесь нужно будет носочки поддевать. Носочки у меня есть. Здесь полностью расстегивается, что очень удобно. Он прям маленький-маленький. Маликусенький прям. Вот. И еще один тоже слипик. Уже с ножками. Он тоже такой плотненький, тепленький. Вот. Тоже. Такая вот одежда. Ну и обычная такая вот муслиновая пеленочка тоже беру. Я еще, скорее всего, доложу сюда байковую пеленочку. Еще одну. Много пеленок не буду набирать. Вот. Потому что я с собой еще беру плед. Если будет вдруг холодно, там дают одеяло. Если что, вдруг я пледом могу укрыть, который на выписку. Без проблем. И последняя сумка, которая я вам покажу. Это вот пакет одежды на выписку. В своих видео я подробно уже показывала. Ссылочку оставлю внизу под видео. В общем, на обзор вещей, где покупали. В общем, подробно. Это вот такой вот пледик на выписку. Если будет холодным, друг, да? И получается вот такой вот комбинезончик на выписку тоже пойдет у нас. Он вот с таким вот начесом тоже. Я все это в своих видео подробненько уже показывала. Уже вы видели, наверное. А кто не видел, пройдите по ссылочке и посмотрите. В общем, вот такой вот он. Очень тепленький. Внутри комбинезончик. Ну и здесь одежда, которую мы будем поддевать. Это вот комбинезончик уйдут и такие пинеточки. Они тоже очень такие тепленькие. Шапочка. Но она идет такая, можно сказать, только на осень. Она не зимняя. Просто такая вот она. Трикотажный утеплитель внутри. Шапочка. И нательный. А, памперс обязательно я сюда положила уже. Здесь идет получается вот такой вот хэбэшный комбинезончик. С царапками уже идет. Вот. И поверх, если вдруг будет прям холодно, еще один такой же слипик. Можете один наденем. Я не знаю. Тоже он с царапками идет. Уже как бы баечка такая, с ночосиком. Тепленький. Тепленький слипик. Вот. Это что касается выписки. Я думаю, это будет достаточно из одежды. Больше ничего не надо. Конверты я не хочу использовать. Мы будем малыша везти домой в коляске, на которой я тоже сделаю обзор. Это аналог коляски Дуна. У нас неизвестного производителя. Мы ее, в общем, купили срок. Коляска Автолюлька. Вот такая маленькая прикольная колясочка. Тоже на нее обзор я сделала. И ссылочка будет внизу в описании под видео. Тоже можете прийти и посмотреть. Поэтому, чтобы усадить в Автолюльку, нам, конечно же, удобнее использовать для выписки комбинезончик. Я вам показала свои сумки в роддом, которые я уже собрала. Будет еще очень много всего интересного. Также я сниму очень, я думаю, полезное видео о пеленальном комоде, организации пеленального комода. Подписывайтесь на канал. Желаю всем легких родов и себе в том числе. И всем до новых влогов. Всем пока-пока.